всех пресс друзья на связи данки покажу вам как играть с кирмиш без бустов на карте пучина против бота 25 ранга так скажу она довольно эффективно может быть у вас есть свои какие-то интересные тактики напишите об этом в комментариях вот но я покажу свою я провел эксперимент сыграл разными тактиками у бота огромная база как мы видим лучом убивать и будет сложно здание сад далеко друг от друга плюс есть дополнительные посты зеленые уничтожение которых толком ничего не дает ну и лучом здесь будет пройти довольно долго и сложно я пробовал играть наземка 3 уровня штаба плюс флот аллигаторы здесь наземка вместе с флотом продавливает аванпост идет по кругу замыкается все на базе бот но не получилось то что ты начинаешь производить флот вот еще агрессивнее начинает играть со стороны моря делать еще больше викингов соответственно у времени мне показалось я больше теряю нежели чем выиграю используя флот все флота интересная боевая единица особенно аллигаторы позволяет уничтожать зевс издалека грады и так далее у них очень много брони хп за счет чего позволяет мне с минимальным потерями пробивать база но здесь к сожалению не получилось на этой карте чем мы делаем начали один игрок может не выходить море он страивается в тылу ставит экономику к ему удобно скупе он привык играть я поставил себе 5 центров снабжения может потом 6 достроен но вроде бы не достраивал вот и обратите внимание я ставлю свой двор примерно вот так вот моего радиус строительства двора хватает чтобы поставить после этого вверх ставим экономику электростанции в тылу за штабом ставим завода ближе к краю карты для того чтобы на заказ шел сюда затем сюда с минимальным потерями по времени вот с помощью двух кайманов я захватываю контейнеры на море который мой могу найти для металла не скрыт я не все контейнеры видел сразу вот обратить внимание начали когда показывал примотайте я расположены контейнеры вот здесь хочу вам показать фишку как захватывать вот этот контейнер за сопра законов не знаю за сопра без густов я плыву по вертикали уворачивайся торпед сколько у меня получается и теряю на этом свой кабана но в целом нам больше и не нужен выход у нас идет в штаб четвертого уровня так как один игрок в море не вышел я там за полетел все контейнеры ресурсом которые были позволяет мне быстро выйти в штаб четвертого уровня поставить оборонку торпедной установки делаю я не делаю хам и один только герой а сам вроде чуть попозже сделал еще круто напарник играть на своей волне он будет своими тактиками пробивать правый фланг главное чтобы по времени мы примерно одинаково закончили чтобы не терять его много вот еще это я пробовал играть этот скирмиш атаковать вместе с союзником по одному направлению пораньше но по времени читали получается не очень эффективно тоже чем раньше напыдаешь на бот уничтожаешь ему здание тем агрессивнее себя начинает вести поэтому выгони подформить армию на четвертом уровне штаба сделал побольше и прошнуть за 18 минут там где мы вместе атаковали от третьего уровня штаба довольно быстро получало что мы проходили за 24 минуты то есть как-то медленно здесь флот уже на 420 приходит опять же почему говорю не очень выгодно играть морем на этой карте бот очень активно играет флотом сражаться против него сложно викинги мощные один к одному обычно сражается против аллигатора из хитрости не применять виде осы и бомбочки кислотный или же стрекоз делать масс вот поэтому от моря отстраиваемся ну я не тоже прямо отстраиваются все-таки торпедируюсь не даю себя заражить по морю потому что ресурсы на это банально есть вот ну и в два завода ягов плюс завод хамов я буду играть дикобразов можно не делать если вы будете грамотно использовать хамелеоны я буду делать в этом бою 2 хамелеона было подчередно их включать и нападать у меня сейчас примерно 7 ягуаров есть в атаке подъезжая вплотную к мосту кидая бомбочку ослабляем всех юнитов на целом можно было даже без осы сыграть на самом деле она ничего не решает вот и потихонечку начинаем уничтожать 1 на пост хоть еще фишка для тех кто будет играть с кирмиш не может так быстро играть здесь на море появляются такие-то морские транспортники вот они курсируют отсюда превращать из наземного в морской за морского в обратном наземной и уезжать за край карты вот они постоянно в течение всего боя будут курсировать если вы уничтожите тут выпадет три маленьких контейнера с ресурсами это может вам позволить чуть побыстрее развиваться в случае если не получается сразу же задавить бота но будьте внимательны вот такие вот волны флота будут плавать атаковать вас тут уже на 7 минуте 5 викингов и еще производится ну в общем при том что у нас морем никто не играет если будете играть морем будет еще сильнее таки флота поэтому я флот здесь не использую но кто прям хочет в два игрока в теории можно пробиться но опять же добивать наземка надо быть то что здесь очень далеко находится здание от моря со мной я играю 2 хам и ягин а сам броники мясо начальной армии были я уничтожаю первый основной аман пост остается еще второй вот в этой локации союзник у меня сделал кречетов летает по карте помогает чем может защищает меня от морских атак бота я тем временем иду на прорыв здесь не очень удобно подать два моста ширина каждого прохода три клетки и того 6 но хамы должны быть получается во внутренней части этого моста для того чтобы прикрывать всех юнитов вот у меня есть потери я и сыграл не хорошо так сказать можно намного лучше и с минимальными потерями ну потому что этого реплея будет достаточно для того чтобы показать саму суть тактики вот напарник может покосить на базе играть кричитами хочет по хорошему он делал то же самое должен был только вот здесь вот и тогда можно не за 18 минут пройти этот скинешь а примерно 2 минут за пятнадцать за 14 без бустов если добавить бустов то еще быстрее ну медальная тактика не говорю что это она такая есть но я думаю что около около того может быть не уверен что здесь медалисты играют через флот слишком агрессивное поведение у бота вот здесь я аккуратненько постепенно подъезжаю к боту начинаю атаку турельки стараемся использовать ставить под хамелеон чтобы они не умирали плюс турели крота в их дпм количество урона наносимая в минуту вот так выходит что турели очень мало хп брони вот они почти сразу же умирают если находится не в тумана но зато мысли потерял но зато под туманом недолго живут и уничтожает прям очень быстро всех юнитов ну вы сами возможно видели записи видео где крот убивает серафима там за пять секунд примерно вот три турели это очень сильно вот ну я продолжаю пробивать у меня на базе до заказ так и работает два завода яков завод дикобразов начал поддел дикобразов то что хамелеона нет потерь у меня вот хоть и стреляет точно в туман но если его вставлять позади ягов пока зевса доезжают до точки где можно пострелять по хамелеону иглар уже обычно расстрелит всю наземку конфы союзник помогает отбиться от вертексов меня пушек не было напарник у меня очень хороший 25 ранг буду в дальнейшем может дальнейшее видео для скинж тоже записывать с ним вот но и здесь уже даже эти дикие есть все-таки можно зиким играть но не обязательно сесть кроты и турели он вертолет тоже поможет сбить напарник у меня пока не получается у него пробиться хамелеона у него нет он без него будет играть и но хотя бы вам пост пробить уже неплохо вот ну и мы продолжаем давить 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 аккуратненько играем не спешим главное не надо нестись на базу боту потерять кучу юнитов будете заново их отстраивать минут пять-десять половом вновь атаковать уже отстроена базу бота просто потихонечку двигаемся цели заезжаем краю карту ближе потому что я если заедут в здание и начнут их стрелять по ним стрелять они сплэшом сами себе урон наносят и как молотки могут убить сами себя вся ваша армия сама себя погубит поэтому играть аккуратно когда юнит не получает урон он ремонтируется если у вас нормально прокачана система ремонта на каждом юнити соответственно без до заказа вы можете спокойно пробивать вот здесь а широким фронтом разложился уничтожает заказ синего который появился здесь напарник несет потери пока пробиться не получается но я думаю ошибка что он играл кречитами они конечно помогали в каких-то моментах но эффективнее быстрее было нами выйти в что-то другое для этого кстати играл вертолетами вот но тоже очередные атаки вот идут то есть они без остановки и здесь так с трудом пробиваемся и здесь вот атакует флотом но у меня до заказа начинает отбивать обычно на автомате вот и забираемся я и которым заказа едут ставим долгим тапом для заводов промежуточной точки сбора получается отсюда первая точка у нас здесь потом . здесь и . примерно в центр базы это выходит и вы видите яги которого заезжает обычного двойным тапом выделяете двойным тапом отправлять в атаку они тут на автомате сами разбираются уничтожает всю базу так у напарника уже почти получилось провести аванпост кстати так вот мужской транспортник выглядит о чем я говорил вот мы уже в 20 ягов примерно фулка четвертый уровень штаба выхожу в пятый уровень штаба в заказе яги есть то есть но ресурс просто девать некуда просто очень долго убивается база бота на ней много сопротивления по юнит потери у нас их очень мало но даже так не сильно получается быстро победить этого бота карта большая ехать далеко на это тоже тратится время вот ну и много обороны и флот надо будет уничтожать чтобы добраться до торпедок в общем так потихонечку-потихонечку здесь напарник мой уже добил посты по сути мы синюю базу выносим в одиночку и вот это время 18 минут его естественно можно улучшить вероятнее всего у вас будет будет слабее то что я брал медали в скир мешах у меня много побед на высокий винрейт скир меши и поэтому у меня вот довольно агрессивно себя ведет вот а если вы средний игрок у вас невысокий винрейт то вероятнее всего вы даже без хамелеона сможете пробить своими ягуарами этого бота и проблем никаких возникнуть не должно вот но этого результат 1806 примерно такой был бой надеюсь видео вам было полезно подписывайтесь на канал и желаю всем удачи и а и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok